Приветствую, мои дорогие. Я сегодня хочу дописать прогноз на 2022 год, который у меня не получился в этом сквере. Вторую часть вы увидите, я записывал на природе. Запись шла, а когда домой пришел, ее не оказалось. Вот такой маленький мистический процесс, необычный. Итак, 2022 год, год Луны или небесной иерархии. Особый год, последний в 28-летнем цикле. Следующий такой год будет в 2033 году, то есть будет 11 лет перерыва. Поэтому в 2022 году все основы, которые заложены будут в этом году, мистические, духовные основы, нравственные, этические, моральные, как и разрушение этих основ, определят развитие человечества на ближайшие 11 лет. Поэтому от этого года очень многое зависит в этике поведения общества и государства, в общении личности с всем внешним миром, с бытием. Поэтому в 2022 году личность будет испытывать огромное давление на себя со стороны общества, мира, бытия. То есть на нас будет давить вся та атмосфера, которая нас преследует в 2020-2021 году. 2022 будет в этом смысле год, кульминационный. Поэтому мы будем погружаться в себя, уходить в себя. И все человечество будет искать религиозные знаки, признаки, мистические признаки в природе, в космосе, в окружающем нас мире. И эти такие знаки, особые, которые будут подаваться всем людям на Земле и каждому индивидуально. Поэтому будет очень трогательный, сентиментальный проявление доброты, заботы, нежности друг к другу. Мы это увидим в мире, на телевидении, вообще в пространстве, на примерах каждодневных. Это особенность 2022 года. Тонкие психологически-эмоциональные нюансы. Каждый человек в 2022 году будет уходить в оппозицию к обществу, государству, переходить в индивидуализм, в особый мистический, духовный, нравственный индивидуализм. Особое отношение ко всему и ко всем. Вот это особенность 2022 года. Охранение себя, семьи, своего мира, близких, родных. Это тоже особенность 2022 года. И в то же время протесты и защита. Протест против насаждающихся правил мира, каждую личность. То есть личность будет протестовать, каждая личность. Поэтому антиковидные протесты, другие протесты против давления общества, политики, пропаганды на человека, они будут в 2022 году очень сильно развиваться. Рост сектанства, нервозных проявлений всевозможных, истерик, суицидов, публичных акций протеста. Общая усталость будет давить на нас, на всех. Жажду удовольствия. И сжатие круга близких людей, отсечение ненужных людей, потребность в живом отклике, на беду, боль, помощь. То есть такая потребность общемировая, сострадать, сочувствовать, сопереживать. Она будет в этом году изобиливающей. В то же время пренебрежение к страху, множество опасных ситуаций, беспечность, проявление этой беспечности. То есть 2022 год – это год, когда необходимо прислушиваться, присматриваться к знакам, символам, таким откровениям индивидуальным, частным, соотносить их с верой, чтобы они были не от лукавого, от Бога. Но вот эти тонкие нюансы предупреждения в адрес конкретных людей, каждого из нас, они очень важны. То есть детали, особенности, нюансы. То есть 2022 год – он в этом смысле очень тонкий год, нежный в эмоциональном плане, неустойчивый, неживательный, сострадательный и так далее. Значит, все основные группы политические, мировые, экономическая, диаспора, масонская и другие, они будут враждовать в 2022 году. То есть это будет глобальное перераспределение сил, средств, зон влияния и так далее. Перераспределение. Это как река после наводнений меняет русло и другие берега образовываются. Вот сейчас примерно то же самое будет происходить во всем мире. Мир будет определяться, кто друг, кто враг. Мир будет разделяться на ангельский, демонский и серый мир, мир неопределившийся. Вот очень тонкая прослойка ангельского мира, духовных людей, людей, которые будут просто молиться, идти, хожить скромно, экономно, скромно. И подразделение на тех, кто будет на этот мир игнорировать, плевать на него, оскорблять его. Оскорблять, это такой бунт, нравственно-этический бунт. Таких тоже будет очень много людей. И серая общая масса, неопределившаяся, копошащаяся, ищущая каких-то выгод, так сказать, по помойкам своей души, вот так можно сказать. Меня очень беспокоит здоровье в 22-м году многих лидеров мировых. В частности, очень плохие прогнозы на здоровье Елизаветы II, королевы Великобритании. Это очень тяжелый год для ее здоровья. Ну, Дональда Трамп у нас тоже удивит, почудит. Очень много вейков будут выпускать. И, конечно, Байден, его здоровье. То есть здоровье лидеров мировых, взрослых людей, которые за 60, за 65 и выше гораздо, она будет под угрозой. Ну, и про выборы я во второй части расскажу. Тоже они будут очень тяжелые в тех странах, которые осмелятся в 22-м году их провести. Так что все остальное во второй части, она более такая кропотливая, детальная, тонкая. Надо ее понимать. Слушивайтесь каждое слово. И спасибо вообще, что вы уделяете мне время и внимание. Спасибо. Спасибо.